Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» Нет. Я без Митьки уже не смогу жить. Вот и замечательно. Мне Митька очень понравился. Толковый. Перед вами мир открыт. Все будет хорошо. Спасибо. Да не за что. Ты только увози его быстрее из этого Кабула. А то мы все ходим по краю, чтобы спасти твоего. Великую любовь. Тогда значит так. Прокурорский пока в штаб армии смотаюсь. А ты пока комендантских опроси, может, найдется, где пластилин. Товарищ майор, разрешите с вами? Ну, как я понимаю, в целях безопасности, выход за пределы расположения. Категорически запрещается. Совершенно верно. А что ты хотел? Сам виноват. Ненавижу гречку. Ненавижу! 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 На, Вежа. Номер тот же. Сигареты те же, значит и номер тот же, Веда. Ну, что? Что ты, как? Не спрашивай. Мест себе не нахожу. Так, все. Идем ко мне. У меня там наливка и черной смородиной, она тебя вылечит. Пойдем. Думаешь? Все, пойдем. Ой, ну, хуже не будет. Да лучше бы так дверь-то не закрывать. Я уже ничего не соображаю. Давай. Ладно, вырубай. Наши агенты в Нью-Йорке установили, что в настоящее время Анна Добровольская в качестве фотокорреспондента находится в городе Кабулт. Вместе с журналисткой Джейн Уилсон. Год назад Добровольская была выслана из СССР. Вместе с родителями. Семьдесят два часа. Анна Добровольская имела любовную связь с Дмитрием Савельевым. Сыном генерала-лейтенанта Федора Николаевича Савельева. Как этих из Нью-Йорка? Еще раз. Добровольская и Уилсон. Возьми. Музей. Здравия желаю, товарищ генерал-лейтенант. Музей. Его сейчас нет. Не вернулся. Да, в Зеленке. Работает с агентурой. Так точно. Есть. Вилина, как вернешься, срочно связаться. Да свяжусь, свяжусь. Сейчас с этим закончим и свяжусь. Нет, этих девиц в списках въехавших нет. Ни той, ни другой. Нелегально. Или их вообще нет в Афгане. А все это для отвода глаз. Ну да. Только младший Савельев в Кабуле. Толя, займись делом. Поезжай в их часть, переговори с Крутовым, сними информацию. Он хоть персонаж неуправляемый, но все-таки не предатель. Я бы так уверенно не говорил. А я уверенно. Поговори с ним по-человечески. Ну что, красавицы, понравился тебе кофе? Очень. Смайл, отвези нас в город, поедем на задание. Уже бегу заводить машину. А теперь мне по-человечески. Говорят, я уже… И я, по-человечески действительно. У них приятные фильмы, но отбах мотену шанс. Какие-то материалы, которые… Такие-то фильмы, которые я знаю, которые вы сделаете. Мы не знаем что ли есть с историей. Мы не знаем. Вы можете спросить. Вы не сможете ответить. Семьи, по-самерами. Ты куда-то? Ты куда-то? Ваше дело? Вольно. Да присядь. Ну, рассказывай, с чем живешь? Ночью работаю, днем сплю. Почему ночью? Ну, так днем мешают все. А вы видели мой барельеф в клубе? Пока мы видим только пластилин, совпадающий с образцом. Тут столько народу. Кто от службы отлынивает, от разводов. А может я сам использовал? Для чего? Ну, для лепки. Модельки делать. А может все-таки ключ? Что вы пристали со своим ключом? Говорю, модельки делать. Да модельки, модельки, Костя. Ты расскажи товарищу майору, где был во время пожара. Ну, на утреннем разводе. Ну, кто может подтвердить? Весь взвод. Костя, ты расскажи, как мне рассказывал. Фамилии, звания. Василькович. Это писарь строевой. Гаврилов, замком взвода. Мухаммедзианов, вечный дневальный. Кузьменко. И Ягубов, это наш почтальон. Ты никого не забыл? Нет. А писарь финансиста? А, а Жигулева не было. Элементарно, товарищ майор. Спасибо, Костя. Я не понимаю, курсант, это же элементарные вещи. Почему не проверил алиби писаря? Нужно каждое словечко, каждый чих. Сам не понимаю. Савельев, объясни мне, пожалуйста, что с тобой происходит. Виноват. Постройте взвод. Стойте! Оставись! Комняйсь! Смирно! Товарищ майор, комендантский взвод по вашему фреганску построят. Вольно. Войны! Бойцы! Нам нужно ваше содействие в раскрытии совершенного на территории части тяжкого преступления. Диктую по буквам. Жанна, Ирина, Галина, Ульяна, Лариса. Да, да, Жигулев. Рядовой комендантского взвода самовольно покинул часть предположительно сегодня. Ну, может быть, вчера, после поверки. Ориентировку я вышлю, ее надо размножить и разослать. Да. Не спи на посту. Не спи на посту. Ира? Ира! Дочка, ты дома? Той. 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 Спит. Ты спишь? Да, только что спишь. Ой, хороший. А я ему подарки купила. Да? Да. Смотри, здесь колготки. Так они большие. Ничего, пусть лежит, потом понадобится. Детское питание. Там еще есть. Хорошо. Ой, а это что такое? Купила? Нет, это Мишка Крутов подарил ей счастье. Помню, что тебе о нем рассказывал. Да. Красивый. Мам, он хочет забрать меня в СССР. Он? А почему? Где Орел, его сын? А, и ты ему веришь? Ты знаешь, его год не было, но должен был уехать. Угу. Но он вернулся. Вернулся со мной с Бахтияром. Дочь, я ему не верю. Он исчезнет. Так же, как и твой отец. А отец не исчез. Его забрали. Ну, прости меня. Ну, прости меня. Ну, прости меня, дедка. Ну, конечно, будет хорошо, если он вас уберет. И ты будешь не одна. И у Бахтияра будет отец. А что будет со мной? А я ж здесь останусь совсем одна. Ну, я с ним поговорю, он тебя заберет. Мама. Ну, что ты? Господи, доченька. Доченька моя. ПОДПИСЬ Музыка. ПОДПИСЬ ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Виталь, давай ещё раз попробуем. Слушай, ну не борзей. Ладно. Алло. Зоя, ты чего трубку не берёшь? Ну, чего звонишь? Опять сказать, какая плохая? Зоя? Зоя, ты меня извини. За что? Ну, вспылил я. Тут такое дело, понимаешь, я ребят встретил, с которыми служил. Ну, там накатили. Ты же знаешь, что-нибудь для меня, значит. А тут ты. И… В общем, нашло на меня что-то. Дурость? Можно и так сказать. Но, вообще-то, Зоя – это характер. Угу. Это у Чапаева был характер. А в данном случае обычная дурость. Я соскучился по тебе. И… И я это, я люблю тебя. Очень. Слышишь? Да слышу я. Я тебя тоже. И жду. Слышишь? Я скоро приеду. Давай. Вы – наша агентура. Вы – наши глаза и уши. Без вас мы в Кабуле никто. И звать нас никак. Поговорка такая есть. Искать нужно. Вот ее. Бросить все силы. Ориентировки размножены. Возьмете сколько надо. Красивая. Добровольская. Анна. В Кабуле, скорее всего, нелегально. Или под чужой фамилией. Надо проверить. Гостиницы – частный сектор. При себе может иметь профессиональное фотооборудование. Говорит – на английском, на русском. Фарси в пушту, скорее всего, не знает. Для маскировки может носить парамжу. С ней еще одна женщина. Джейн Уилсон. Других установочных данных по ней пока нет. Кабуле. Маленькая. Конец. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Там патруль. Надо уходить. Уходим. Идём, идём. Пошли. Скорей, скорее. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что случилось? Это советский патруль. Нам тем лучше не пересекаться. А почему? Мы же просто журналисты. Что, мне тебе объяснять, как они относятся к свободе слова? Твоего отца выслали в 72 часа, а могли вообще посадить. Дай, пожалуйста. Иди, иди. Вот я думаю, зря мы Митю отпустили. Это армия дисциплины. Вам могли наказать и вообще уже никуда не пустить. Я с самого утра об этом думаю. Он так поздно ушёл. Боже, я хочу, чтобы мы могли как может быть скорее отсюда уехать. Я больше всего на свете этого хочу. Слушай, надо сегодня всё решать. Джин, ты давишь на меня. Мы сами во всём разберёмся. Ну, что значит сами разберёмся? Но вы как дети. Мы давно уже повзрослели. Боже, ты не понимаешь. Я была такой же дурой. Я столько дров наломала. До сих пор расхлёбываю. Может я и дура, а Митя знает, что он делает. С этим всё понятно? Так точно, понятно. А вот теперь запоминай, не записывай. Есть. Свяжись с аналитическим отделом ГРО в Кабуле. Пусть подготовят доклад о настроении в войсках. Максимально объективный. Объективный, хорошо. Нам необходимо донести наверх, что позиция комитета по вопросу в Афганистане ошибочна. И направлено против армии, против будущего страны. Товарищ генерал-лейтенант. Вы же с товарищем Лукьяновым друзья. Разве нельзя просто поговорить? Теперь уже нельзя. К сожалению. Мистер, барон на моей стороне. Он пока осторожничает. Поэтому нам нужна бумажка на строении в войсках. А ты знаешь, о чём говорят в честь? Никак нет, не могу знать. А я тебе скажу. Когда вернёмся в союз, когда демрелимся. А мы всё. Поэтому нужна бумажка, документ, что это не только моё мнение. Иначе ничего не получится. Сделаешь, сразу министр на стол. Понял? Товарищ генерал-лейтенант. Может быть вы сами? Подполковник, отсидеться в кустах не получится. Так точно. Действуйте. Посмотрите ещё раз. Можно по буквам, пожалуйста? Конечно. Смайли. 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 Джонни Смайли. Специальный корреспондент Гардиан. Джей, ты чего, всё в порядке? А я помню этот город совсем другим. Гарри, пожалуйста. Взюлые, добрые люди, девушки в мини-юбках. А потом пришли советы. И люди с оружием. Готовы убивать. Кстати, Митя. Он тоже солдат. Митя будущий офицер. Это… Он солдат. Он просто солдат. Им приказывают убивать, а они убивают. Но если ты увезёшь его в США, то он может быть кем угодно. Юристом, адвокатом, бизнесменом. И ты можешь его освободить от этого семейного проклятия, убивать на войне. Митя никого не убил. Пока. Он офицер, Джейн. Он будущий офицер. Это совсем другое дело. Он сам делает свой выбор. Ну, а насчёт выбора. Ты права. Спасибо. Смайли, пожалуйста. Спасибо, Мирса. Удачи вам доброго дня. Да. О, это да. Я… Хума. Хума, what do you have? Я, take it, please. Спасибо. Please. Спасибо. Май, заходи. Это как раз вовремя. А то я на двоих привочки приготовила. Наливку сама из малины делала. Ну… Ну, рассказывай, помирились? Помирились. Сам позвонил, извинялся, говорит, что любит. Молодцы, что помирились. Хотя насчёт ребёнка отруглого Аиста, вы вместе подумали. Нет. Я так не могу. Ой, ну, как знаешь. Как знаешь. Люблю я его. И никто другой мне не нужен. Значит, за любовь. За любовь. Здорово. Привет. Здравия желаю. Чё, глаза нажжёт? Ба, знакомые все лица. Салам алейкум, товарищ майор. И тебе салам пополам, Кротов. Ты как тут оказался? Я ж тебя лично из армии с волчьим билетом выбер. Так, видать, в динштабе по-другому решили. Где? Там. Там? Угу. Ну, заходи раз там. Поговорим. Это приказ, капитан. Так, сорок четыре косаря умножить на семнадцать. Сколько получится? В Афганях почти восемьсот тысяч. Жигуль, миллионер. Если не поймают. Кто его поймает? У него бачей в городе знаешь, сколько знакомых? О! Кешмешовку и водку. Чего он только не таскал. А батник помнишь? Который ты с дебелями матери передавал. Да все равно козел подставил меня с этим пластилином. Да. Да за такие деньжища он сразу на четырех бабах жениться может. Да одна у него здешняя. Из-за нее все. О, бойцы. Здорово. А где это-то? В столовую пошел. Приказал вас караулить. Пацаны, как отсюда свалить можно? Через дувал ходят. Не вариант. Тропу перекрыли. Есть же… Мужики, вам за меня ничего не будет. Я курсант. На следственной практике. Куда хочу, туда хожу. Поможете? Поможем. Смотря что и сколько. Есть один вариант. Для особых случаев. Ясно. Выходит, парни, это и есть особый случай. Там барбухайка. В бану прачечный пойдет. Мы подсобим. Добро. На дембель без часов? У тебя есть часы. Они плохие. Ничего не плохие, нормальные, нормальные часы. Он мне их оставил. Дай сюда. Обойдешься. Дай сюда, я сказал. Ты оборзел. Ты как? С дедушкой-то, а? С Советской армией разговаривал. Какой ты дедушка? Ты чмо! Ты фигулят сдал! Да ты сволочь! Предателей защищаешь! Подъем! Откуда у вас эти часы? Я вас сейчас пыль стирать буду! Откуда у вас часы? Сагом марш! Стой! Стой! Что случилось, товарищ капитан? Буду бить кого-то. Торгуешь? Мотороллер твой нужен. Мне дежурного позвать, чтоб твои тюки проверила? Ну, вот и все. Спасибо, понял. Товарищ генерал-лейтенант, разрешите? Да, Сереж, входи. Слушаю. Бобрак Кармаль в Москве. Засветили в приемной буквально минуту назад. Сказали, прилетел по поводу слухов об отставке. Просил вас наказать. Что еще слышно? Собирается обратно лететь в Кабул. Значит, надо сделать так, чтобы самолет Кармаль исчез из лука. А как это? А так это, перегнать в другой аэропорт, чтоб не смог улететь. Иди сюда. Хоть и телефон, эти люди тебе помогут все сделать. Я генсеку, ну и готовьте группу для перевоза Кармаля на дальнюю дачу. Все ясно? Так точно. Ну, действуй. Есть. Ну, Славка. Молодец. Ищем эту девушку. Возможно, носит пранзу. Особое внимание всем новым людям. Подключаем своих осведомителей. Докладывать лично мне. Ясно? Чего ждем? Вперед, вперед, вперед. Музыка. Вот. Славка. Эта. Славка. Музыка. Эта. 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 Не узнали. Видно, что у Рыжего что-то было с собой, что могло выдать вас. Или сына Савельева. А уже через него ушли на вас. Кто дал приказ? Майор контрразведки Игонин. Сказал искать американку. Фотографа, нелегально прибывшего в Кабул между 20 августа и 3 сентября. Да, ещё им известно, что с ней приехала ещё одна женщина. Но как-то выглядеть ещё они не знают. У нас очень мало времени. Я должна знать о каждом шаге этого Игонина. Каждая мысль, которая приходит ему в голову, должна оказаться в моей голове. Игонин. Жень, секундочку. Ты что ты делаешь? Пытаюсь подчиниться. А что, сломался? Да, он давно не работал. Блин. А ты что сама умеешь делать? А это что? Милопытная. Заметки по работе. Как раз мне надо тебе почитать, потому что я не уверена, стоит ли так оставить или развернуть тему, потому что, знаешь, вот, мне кажется, это не совсем то. Каждая на конкурсе. Действительно,opl Rahmen 1-м, ну. Поехали на конкурсе. Патbian паузз', молд정. Тебя. Ты мне нашел sense my good? Пат wood栏, Каждая на States. Помбран rimную марсерку, Прощback напрямую хорошую��culку КОНЕЦ Наконец-то! Уже ты в прошлый раз так сомиссенно сбежал, я ж испугалась! Ну, были проблемы, но теперь все хорошо. А, Мить, у нас радиоприемник сломался, а без него так скучно. Смотришь? Смотришь. Дмитрию от отца на долгую память. Дмитрию от отца на долгую память. К тебе, гостя. Я щас принесу радиоприемник. Хорошо. Подожди. Иди. Анна Добровольская. Ты согласна стать моей женой? Да! Анька! Одевай. Одевай. Подожди. Подошло? Завеливай. Вот наш сломанный радиоприемник. А, да. Я когда пыталась его включить, то не работал. Так. Здравствуйте. Я вообще не вовремя. Кстати, вразью приемников. Вам не до этого. Так, подожди. Подождите, подождите. Что? Закрю глаза. Непременно. Закрыл? Закрю глаза. Открывай. Нанька, не садись на кровь? Нет. Закрю. Ну, Нанька. Подожди. Вить, у меня сейчас командировка закончится. А ты закроешь свое дело. Дальше что? Что потом? Я не знаю. А что ты предлагаешь? Ты же хочешь со мной быть? Поехали в Америку. Ань, ну… Ну, ты мне предлагаешь родину предать? Я хочу с тобой быть, но не такой же ценой. А твой любви есть цена? А? Ну, не цепляйся к словам, мой друг. Я поняла. Да мне плевать на себя. Я не могу отца поставить под удар. Понимаешь? Ну, ты же не смогла год назад. И я тебя понял. И весь год тебя я держал вот здесь. Если б ты меня не держал, то ты бы меня слышал. Да, Ань. Я не могу поехать с тобой туда, но ты можешь поехать со мной в союз. Куда? В тюрьму? Ты думаешь, они забыли про мою семью и про меня? Вот, поговорили. В тюрьму? НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА КРИКИ АНСКОМЕНТА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Э, алло! Ты че, дед? Да я даже представить себе это не могу! Очереди, дефицит, мрачные люди, темные улицы, все серое! Ты от этого сбежала, да? Я не сбежала! Меня выгнали с отцом, если ты не помнишь! Я помню, Аня. Сейчас все изменилось. И все стало по-другому, и нас поймут, и тебя простят, и... Что? Простят? У меня не за что прощать. Я ничего плохого не сделала. Это твоя страна решила, что я виновата. Так вот что. Я завтра приду, днем, и ты вернешься со мной. Или уезжай. Прямо сейчас уезжай. Ну-ка, подымайся. Ну, с тобой, с тобой, с тобой, с тобой, с тобой, с тобой, с тобой. Что? Что? Сердце, что ли? Бывает. Твою мать! Пусть ты! Эй! Стоять! Митя! Аня, ты куда? Аня, ты куда? Ты куда под пули? Аня, ты куда? Аня, ты куда? Я сказал! Красава! Аня, ты куда? Все, курс уходил. Уходим, пока патруль набежал. Пошли, пошли, пошли! Отдава! Успокойся, успокойся. Я рядом. Что это было? Думаю, это было случайность. Трое мудроходов шли в свою дорогу и увидели Шуравей. А Шуравей что здесь делал? Заблудился. Ты уверен, что за тобой никто не следил? Уверен. А за мальчишкой? Сложно сказать. Ну, я не видел, когда он был. Ну, что? Трое случайно шли рядом? Советский офицер случайно заблудился? Вам не кажется, что шли много случайностей? Мы не можем рисковать. Переезжаем. Аночка. Аночка. Аночка, ну-ка, спасались. У нас нет времени. Встань. Аня! Сейчас здесь твой советский патруль. И ты не увидишь ни Мити, ни своих родителей. Пойдем. Пойдем. Я позабочусь о тебе. Не бойся. Госпожа, дай помогу. Сумки тяжелые. Что он хочет? Хочет помочь. Не добавим ничего. Еще убежит. Подожди. Как будет спасибо? Ташакур. Ташакур. Будь здесь. Когда парень придет, сделай, как мы договорились. Понял? Ташакур. Держи, Жаник Ильич. Держи. Держи, Жаник Ильич. Продолжение следует...